И всем привет! И всем привет! Ну что же, прошла первая неделя лета, и возможно кто-то из вас сейчас задается вопросом, что мне такое почитать. И я подумала о том, что нужно снять видео про пять разных книг на лето. Я постаралась собрать разные жанры, и о романтике поговорим, и о каком-то фэнтези, и, конечно же, за тронем триллеры. Но я буду это делать не одна. Это видео я снимаю совместно с прекрасной Яной, тоже с книжного канала. Ссылочку я оставлю под видео. У нее также выйдет пять книг для летних вечеров. Честно скажу, список я уже видела, и это, правда, классные книги, поэтому обязательно перейдите на ее канал и посмотрите список, подпишитесь. Я уже давно ее смотрю, я в ней полностью уверена, поэтому я вам гарантирую, что у нее будет интересный контент. В общем, не хочу повторяться, но переходите. И смотрите это видео, подписывайтесь на ее канал. А мы начинаем. Я была довольно-таки ребенком непоседой в детстве, и лето у меня ассоциируется больше с какими-нибудь приключениями, потому что раньше в детстве мои родители отправляли меня в деревню к бабушке, где у меня есть двоюродный брат, и мы там постоянно страдали всякой фигней, ползали по деревьям, перепрыгивали через заборы, и придумывали разные истории. В общем, делали все, что делают обычные дети, когда еще не было интернета и телефона. Эти времена я вспоминаю с теплотой на душе, поэтому лето мне нравится перечитывать две категории книг. Первая — это классика, потому что у всех было, может, у кого-то и есть летнее чтение. Это неизменно. Но я считаю, что заставлять детей читать «Мертвые души» или «Преступление и наказание» — это «Преступление», да, моя любимая тавтология. Я хочу вам посоветовать действительно очень интересную книгу. Она очень тонкая. Прочитала я ее буквально за два вечера. И не только потому, что она тонкая, потому что она очень интересная. Она подойдет, как, мне кажется, для летнего чтения. Если вас спросят в школе, что вы из классики прочитали, вы просто скажете, что я прочитала зарубежную классику, а точнее «Таинственный сад» Фрэнсис Бернетт. От этой книги я осталась в таком восторге. Она очень тонкая, она очень интересная. И когда я вообще узнала, что Фрэнсис Бернетт — она писательница детских книг, я, честно говоря, не особо в это поверила, потому что насколько эта книга глубокая, насколько она в себе сочетает очень интересные приключения, очень красивое описание сада. Так еще в этой книге есть психология, потому что так описать вообще силу нашего подсознания не могут даже самые дорогие книги по самообразованию. А Фрэнсис Бернетт сделала это прекрасно, сделала это очень интересно. Я осталась в восторге от книги, где рассказывается про девочку, которая из Индии, из очень обеспеченной семьи. Ее папа был военным, у нее было очень много слуг, которые ее одевали, ее кормили. И тут родителей не стало. Девочка стала сиротой, и ее отправляют в поместье к дяде в Англию, где также есть слуги, но при этом слуги не такие уже, и одевать они девочку не хотят. Смотрят на нее косо, девочка учится сама одеваться. Девочка находится в этом поместье, дядя постоянно в командировках, и она с этими слугами одна в этом большом доме. Она находит этот сад, и оказывается, что в этом саду очень много разных тайн, и вообще в доме очень много тайн, и, возможно, она даже не одна в этом доме со слугами. То есть это очень увлекательная история про интересные приключения. Хочу на самом деле посмотреть фильм по этой книге. Что-то мне подсказывает, что я скажу, что книга лучше, потому что все экранизации, которые я смотрела, всегда я говорила, что книга лучше, поэтому, возможно, я также скажу, и, возможно, я даже вам скажу о том, что если вы предпочитаете смотреть экранизации, именно эту книгу стоит прочитать. Вот, ну, что-то мне подсказывает, но это я уже загадываю вперед. Эта книга не то, что я ее советую на летние вечера, вообще эта книга остается лучшей книгой этого месяца, потому что прочитала я ее буквально в первые дни лета. Здесь действия происходят весной, но меня как-то это не останавливало читать ее летом, все равно ты особо не замечаешь, здесь идет повествование сада, и ты как-то все равно, тебе кажется, что это лето. Поэтому я ее именно добавляю в топ лучших книг для лет. Вторая книга, я понимала о том, что мне нужно выбрать какую-нибудь книгу, где будет у нас романтический сюжет в основе. Я понимаю, что многие летом, наоборот, хотят почитать какую-то романтику, и мне хотелось, чтобы эта книга была у меня в физическом варианте, но, долго думая, я поняла, что я хочу рассказать именно про определенную книгу. У меня ее нет в физическом варианте, и вообще она не продается в Латвии, она продается только в России, и стоит она там очень дорого, если сравнивать средний ценник на книге. Если она есть, то я вам завидую. А говорю я сейчас про книгу Марии Суржевской «Тропами вереска». Я не люблю, когда пишут фэнтези и в основу ставят романтическую историю, потому что чаще всего это заканчивается тем, что вот они любят друг друга, и вокруг летают драконы. И это такое, мгм, хорошая фэнтези. Но эта книга все перевернула, потому что настолько грамотно прописан мир, прописаны его законы, мы все это узнаем. И здесь есть романтическая история, но она с неожиданными поворотными сюжетами, она с неожиданной концовкой. Ребят, я просто когда прочитала концовку, я такая, ого, вау. И мне правда очень понравилась эта история про ведьму, которая живет в самой чаще леса, где не летают птицы. Живет она одна среди болот, страшная, такая классическая ведьма, страшная, очень вредная. К ней обращаются люди, которые живут рядом в деревнях, но, конечно же, обращаются они очень с опаской, они ее боятся. И мне так понравилась эта ведьма, вообще ее характер, чувство юмора, конечно же, как всегда, на высоте. И вот именно эту книгу, как романтическую книгу на лето, я действительно хочу посоветовать, потому что мне она очень сильно понравилась. Первый раз, в принципе, я прочитала фэнтези с очень красивой романтической историей во главе. И скажу вам честно, я так не люблю сцены 18+. Плюс они как-то... У меня всегда такая... Я... Так к ним отношусь, я даже не знаю, как это описать. Я их не читаю. Но здесь все было настолько красиво описано, что я прям читала и такая... Чего пойдет дальше? Мне правда очень понравилось, поэтому здесь мне вот... Мне понравилось в этой книге абсолютно все. Абсолютно все настолько продумано, настолько классно, что эта книга... Я вам настоятельно ее рекомендую прочитать этим летом. Если у вас есть и на физическом варианте, ребят, как я вам завидую. Я бы тоже очень хотела, но она очень дорогая. Да и не достать ее. Что уж там уж говорить, ее не достать в Латвии. Давайте про трейлер поговорим. Сейчас все, кто на меня уже давно подписан, уже где-то год, они сейчас скажут, нет, опять та же самая пластинка. Да, опять та же самая пластинка. Я долго думала, какой же классный триллер на лето вам рассказать, но ничего мне не пришло в голову. Стивен Кинг, ребят, ну Стивен Кинг. Ну, этот он мастер триллеров, ужасов. Ну, не могу я пока найти аналог. И, конечно же, конечно же, Билли Саммерс. Ну, в восторге я от этой книги. Это новая книга. Она, по-моему, была издана в 2020 году. И здесь нам Стивен Кинг показывает, что он еще в форме, что он еще ничего, что он о-го-го. И может писать очень классные книги. Эта книга нам повествует про киллера по найму, который решает, что все, пора мне уйти на пенсию. Но перед этим нужно выполнить последнее, заключительное задание. И со спокойной душой можно поселиться где-нибудь в доме у моря и наслаждаться им. Так вот, едет он на это задание. Ему нужно поселиться в городок. Но этот городок настолько маленький, что все друг про друга что-то знают. И есть такая вероятность, что он себя выдаст. Поэтому нужно придумать какую-то историю. Ему придумывают историю о том, что он писатель. Он подписал контракт с одним изданием. Ему нужно поселиться в каком-то тихом месте, чтобы ему никто не мешал. И все свои мысли, всю свою энергию он направил на написание книги. В принципе, он туда приезжает, начинает обдумывать, как выполнить задание. Тут он вспоминает про свою легенду и думает, в принципе, задание это заключительное. Почему бы мне не начать писать книгу действительно, вот по правде? И он начинает писать книгу. И чем это все закончится? Как это все завернется? Будет ли это последнее задание? Кто знает, узнаете, только прочитав вот эту книгу. Мне она действительно очень сильно понравилась. Несмотря на то, что у Стивена Кинга есть нестареющая классика, его современная книга, она прекрасна. Она правда прекрасна. И прям я не могу перестать о ней говорить. Она мне очень сильно нравится. И, конечно же, какой мой канал без фэнтези? Я считаю, что лето это вообще идеальное время, чтобы с головой окунуться в какую-то вселенную. И думала, думала я все-таки большая часть как-то вселенных, которые мне нравятся, такие как Хроники Нарнии или Гарри Поттер, это осень-зима. Я думала, так, ну вот летом. Что летом может быть? И поняла, что на данный момент все-таки для меня существует только одна идеальная вселенная именно на лето, потому что в этой вселенной мы окунаемся как раз-таки в летние вечера, наблюдения за звездным небом, танцы у костра, волшебные эльфы. Что еще нам надо летом? Конечно же, я сейчас говорю про вселенную Толкина. Это Хоббит, Властелин колец. И пятая книга, которую название я не помню. Она на С. Сериллион, как это так называется? Ну, не буду я, в общем, позориться. Конечно, нужно начинать с Хоббитом, безусловно, чтобы вообще понимать, как устроен этот мир, чтобы познакомиться с основными ключевыми людьми. И Властелин колец уже было более понятно читать. Но, единственное, что скажу, конечно же, начинала я с Хоббита, но когда я уже прочитала Хоббита, это довольно-таки тонкая книга, на самом деле. Она быстро очень читается. Я перешла к Властелину колец и поняла, что Властелин колец, он еще более атмосферный, он еще более интересный. И ты действительно вот погружаешься, там идет и описание природы, но при этом нам не описывают один цветочек, три страницы. Она довольно-таки динамично идет, описание этой красивейшей природы. Как пишет Толкин, это вау. Но еще нужно определиться с переводом. Я себе покупала эту книгу, потому что читала изначально Хоббита я в переводе Натальи Рахмановой, и за счет этого у нее действительно получилось очень так легко, воздушно передать эту историю. Правда, очень хороший перевод. В принципе, я бы вам советовала начинать читать именно так. Прочитайте быстрее, более лаконично. Но покупала я себе книгу в другом переводе, потому что здесь идут иллюстрации Алан Али, и его иллюстрации, они бесподобны. И я, когда уже перечитывала Хоббита, потому что я влюбилась в эту вселенную, конечно, эти иллюстрации добавляли своей атмосферы. Они мне очень сильно понравились, и покупала я уже больше все-таки не из-за перевода, потому что здесь он чуть-чуть потруднее читать эту книгу. Но вот эти иллюстрации, они создавали дополнительную, скажем так, эстетику книги, поэтому мне правда очень нравилось их просматривать. И мне хотелось, чтобы у меня на полке стояла именно такая книга. Но вы посмотрите для начала перевод все-таки Марии Строжевской. Там тоже в книге есть иллюстрации, но по моему личному мнению, они не такие интересные, как в этой книге. Но все-таки Алан Ли, он умеет делать иллюстрации. Последняя книга, но не по значению, а по важности я вообще считаю, что она стоит на первом месте, но именно она должна закрывать вот этот вот топ пяти книг. По какой причине? Эта книга научит вас о том, что во время прочтения книг важно не количество, а качество книг. И сейчас я, конечно же, говорю про книгу «Кот, который любил книги». Да, в данный момент сейчас будет очень много слов книга. Эту книгу я читала на даче буквально за пару вечеров. Я помню, что тогда уже было довольно-таки прохладно, был август, я заваряла себе крошку горячего чая. Но сейчас соседи решили посверлить, спасибо. Эта крошка чая добавляла еще своей атмосферы во время прочтения, потому что нам рассказывают здесь про мальчика, у которого не стало дедушки, и, собственно, ему теперь нужно руководить книжным магазином дедушки. И в одну из вечерних смен, когда он прибрался у себя в магазине, составил все на полке, резко перед ним появляется говорящий кот. И, как любой нормальный человек, мальчик подумал, что это плоды его воображения. Но кот не переставал говорить, рассказывать про себя, и рассказал, что он, что его зовут тигр, порода таби, еще нас называют чайными тиграми. И я такая, о, как классно! Я не знаю, вот просто вот это вот предложение в книге мне так уже сильно понравилось, учитывая, что я сидела с чаем. И правда, эта книга, она нам рассказывает про очень-очень вредного. Он ненавидит, когда люди читают на скорость, он ненавидит, когда люди не умеют наслаждаться книгой, а вот им важно просто множество книг прочитать. Также он ненавидит, когда с книгами плохо обращаются и как-то не так их кладут. Поэтому мне кажется, эту книгу очень важно прочитать, чтобы вообще понять, что такое книга, что это правда не просто переработанное дерево с чернилами, что книга несет в себе очень важные вещи, и с ней нужно обращаться уважительно. Поэтому именно на этой книге я хочу завершить топ книг для летних вечеров. Если вам понравился мой топ, обязательно напишите об этом в комментариях, подписывайтесь на мой канал. Для меня это правда очень важно, я для вас стараюсь. И буду я, конечно, такие топы снимать, на самом деле это интересно. Правда, мне казалось, что вот пять, как-то я сижу так, у меня ограничение в пять, но хочется и ту, и ту, и ту рассказать. Но я постаралась соединить вообще максимально разные жанры, и даже вам в первый жанр добавила и приключения, и психологию, там вообще два в одном. То есть я как могла, так все разбросала. Вы обязательно переходите на канал Яны. Помните, что я вас очень сильно люблю, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok